Здравствуйте, меня зовут Татьяна, мне 40 лет. У нас с мужем долгое время не было детей. Сначала у меня были выкидыши, потом не получалось что-то. В итоге мы сделали обследование, у меня непроходимый струк, мы решили сделать экстракорпоральное оплодотворение. Вот копили деньги, муж начал деньги зарабатывать, стали копить их потихоньку. Вот в Казани в 2009 году мы сделали ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение. У нас получилось с первого раза родилась прекрасная дочка Варя. Я там еду 29-го июля. Вот первый год жизни мы жили, мы не знали, что у нас какие-то проблемы с Варей. Ну хотя она у нас поздно стала переворачиваться, поздно стала сидеть. Ну мы ходили конечно вот и к педиатрам и всем, но вот никто вот ничего такого плохого не замечал. В итоге нам сказали поехать на обследование в город Киров. Мы поехали, сделали компьютерную томограмму и выявили, что у нее частичная трофея коры головного мозга. Мы очень расстраивались. И потом мы ездили в Казань тоже на обследование. Вот. Тоже там поставили свои диагнозы. Но мы не отчаиваемся, мы ее лечим. По интернету мы нашли, что вот есть петликсоптерапия микротоковая. Ездили в Ижеск, вот и лечили ее два курса прошли. Вот третий курс у нас скоро будет. И мы ищем все новые, новые методы лечения. Мы лежали и в больнице. Уколы не кололись. Даже вот по три курса делали и тридцать уколов, и таблетки пили. Но это не такое эффективное лечение, чтобы лечить Варю. Занимаемся войтотерапией с ней, упражнения всякие по точкам. И вот мы открыли интернет и узнали, что вот сейчас есть такое новое лечение, что это стволовые клетки. Я написала письмо, свою боль. Сказала, что у меня вот такая одна единственная доченька, что вот такая у нас проблема, что она у нас болеет. И мне ответил врач-консультант, сказал, что да, что если вы хотите лечить стволовыми клетками, то вы пришлите все анализы, результаты, диагнозы. Мы все собрали, все отослали. Там, в общем, он нам прислал, сказал, что да, что мы сделали, собрали консилиум. В Крио-центр он послал наши документы в Москве. И нам пришла справка, счет, что вот да, что можно лечить нашу доченьку, попробовать лечить вот в этом Крио-центре. Добрые люди, пожалуйста, помогите нам. Потому что там очень большая сумма, 750 тысяч, нам не справиться. Муж, конечно, мой работает, он молодец. Он зарабатывал деньги, он дома не сидит, но все равно. Ведь нам надо и проживание, и лечение, и питание. Еще мы лечимся в Ижевске. Мы не сможем столько денег собрать. Не бойся, я хочу еще улететь свою доченьку. Потому что, знаете, я даже не могу ведь вот смотреть на здоровых детей, которые вот ходят, разговаривают. Но у меня ведь не разговаривают, не ходят. Ну, она любит еще там слова какие-то там, мама, так вот говорит. Мама, так дядя говорит, вот дай, да. Вот. Ну, не все понимает, конечно, да. Вот. Ну, мы думаем, что все равно год улучшения. И нам говорят, что если центральная нервная система, как бы она быстро не восстанавливается, так что вот что все равно нужны годы, но мы хотим и попробовать лечить ее вот этими стволовыми клетками. Что все равно, что все равно другим детям кому-то там помогает. У кого-то есть улучшения, у кого-то нет. Но все равно мы будем пробовать. И если вы нам, конечно, поможете, мы очень просим, чтобы вы кликнулись на нашу просьбу. Потому что, вы знаете, никуда у нас не было ребенка. Мы не знали, что такого, проблемы какие-то, что вот.